МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Абсолютный чемпион! Супер-батыра! Не стало легенды. Ушел из жизни абсолютный батыр Альметьевска Ильяс Галимов. Вчера везде плакал. Это большая потеря. Новая жизнь проспекта по строителям завершается реконструкция. А сторожилы вспоминают время, когда на месте улицы был пустырь. Все рассчитано на каждую процедуру. Нужно свое время. Планы грандиозные. Строительство овцеводческого комплекса завершено. Над чем сейчас работает фермер из Альметьевского района. Настроили около 6 тысяч квадратных метров. Об этом и не только расскажем в сегодняшнем выпуске новостей. В студии Елена Морданшина. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Альметьевске простились с Ильясом Галимовым. Он был мастером спорта России. Становился многократным победителем чемпионатов мира и легендой многих сабантуев, где завоевывал звание абсолютного батыра. Ему было всего 43. Новость о смерти спортсмена потрясла каждого, кто знал этого сильного и волевого человека. Ильяса Галимова похоронили сегодня в селе Туйметкино, Черемшанского района, где спортсмен провел детство. Аплодисменты чемпионов, супер-батыра! Володя Миранта! Его триумфальное выступление на борцовском ковре становилось кульминацией каждого сабантуя в Альметьевске. Он стал борцом, которого невозможно победить. Ильяс Галимов поднимался на первую ступень пьедестала 12 раз. Столько он становился абсолютным батыром праздника. И это только в Альметьевске. В 2018 году впервые за долгие годы многократный чемпион соревнований не вышел на Майдан, но и в качестве зрителя был одним из главных гостей на празднике. Я давно уже об этом мечтал, что когда-нибудь не буду сам бороться. Одену костюм, выпью чай с друзьями. Этот день настал, оно должно было так быть. Ильяс Галимов был мастером спорта России, заслуженным мастером спорта Республики Татарстан. В 2015 году он взял золото на чемпионате мира по борьбе Куреш. Десять раз завоевал высшую награду на соревнованиях всероссийского уровня. Двадцать шесть раз становился первым на различных чемпионатах Республики. За выдающиеся заслуги в развитии физической культуры и спорта в Республике, достижение высоких спортивных результатов, Ильяс Галимов был награжден орденом за заслуги перед Республикой Татарстан. Он был кумиром молодых спортсменов и образцом для подражания. Очень тяжело это все переживается. Для альмитинского спорта, республиканского спорта, это огромная потеря. Новость о смерти спортсмена стала потрясением для коллег и знакомых. Ему было всего 43. Проститься с Батыром пришли десятки друзей и коллег. Ему не было равных. Вчера везде плакал. Это большая потеря. Если он еще сегодня боролся бы, он, наверное, еще и сегодня был бы непобедимым борцом. Это для всех нас большая утрата. Для всего народа. Для национальной борьбы. Он был удивительно хорошим, открытым человеком. Надежной опорой. А еще абсолютный Батыр был любящим отцом и надежным супругом. На странице в социальной сети у Ильяса Галимова остались множество семейных фотографий. А под ними слова любви и признательности близким. Уже сегодня спортсмены вышли с предложением сделать традиционным проведение в Альметьевске ежегодных турниров по борьбе куреш, которые будут носить имя Ильяса Галимова, нашего абсолютного Батыра, борца, которому не было равных. В Татарстане разрешили открыться бассейнам, фитнес-центрам и храмам. Учреждения должны будут работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Спортивные центры и культовые учреждения могут начать работу с 5 июня. Это следует из постановления Кабинета министров. Уточняется, что оборудование в спортцентрах должно быть расставлено так, чтобы обеспечить социальную дистанцию. Но число людей, которые могут одновременно находиться в помещении, пока ограничено. Также возобновят работу бани и сауны. Им тоже разрешено открыться с 5 июня. И еще информация. В Татарстане выявлен 51 новый случай коронавирусной инфекции. Наибольшее количество заболевших в возрасте от 50 до 60 лет. Все заразились контактным путем. В лечебных учреждениях находится 18 человек. 33 человека с легкой или бессимптомной формой лечатся в домашних условиях. Наибольшее количество заболевших традиционно выявлено в Казани. 26 человек. Это еще не все новости. Смотрите во второй части выпуска. Планы грандиозные. Строительство овцеводческого комплекса завершено. Над чем сейчас работает фермер из Альметьевского района. Новая жизнь проспекта. По строителям завершается реконструкция. А старожилы вспоминают время, когда на месте улицы был пустырь. Все рассчитано на каждую процедуру. Нужно свое время. Новый обитатель каскада прудов. Соболь-Майор осваивается на новом месте. К другой теме в Альметьевске завершается ремонт по проспекту строителей. На реконструкцию одной из основных городских артерий ушло более двух месяцев. Капитального обновления на участке не проводилось более семи лет. Кольцо сегодня мы заканчиваем. Заезды-выезды. У нас остается участок проспект строителей. Дорожники завершают ремонт на кольцевой развязке у торгового центра. Это завершающий этап реконструкции проспекта строителей. На работу ушло более двух месяцев. Первому этапы приступили еще в апреле. Убрали старый слой глубиной 3-5 сантиметров. Все зависит от того, в каком состоянии находилась дорога до момента фрезерования. Где-то большие ямы, соответственно, на больше углублялись, где-то совершенно чуть-чуть. Сейчас машина-гудранатор выравнивает асфальтовое полотно. Спустя 40-60 минут, когда покрытие высохнет, подключается асфальтоукладчик. И только после этого в ход идет каток. Он нужен для сжатия и уплотнения. Сегодня работу на кольце завершат и движение восстановится. Я, например, приветствую. Это будет удобно. Хороший асфальт. Строители полностью привели в порядок проспект. Общая площадь нового покрытия – более 60 тысяч квадратных метров. Такого масштабного обновления проспект не видел более семи лет. А переживал он разные периоды. Старожилы рассказывают, улица здесь появилась только в 80-х годах. А ее раньше не было. На месте этой улицы домов, когда не было, там поля были. А потом, значит, улица просто была строителей, не проспект, а строителей. Вот эти вот улицы, дома, которые туда едешь справа, вот эти дома были строителей. А когда дома настроили и с левой стороны туда пошли, тогда назвали проспект строителей. А это проспект строителей сегодня. Обновленный, комфортный для водителей и пешеходов. Для последних по просьбам горожан во время реконструкции была оборудована остановка общественного транспорта. Остаются последние штрихи – нанести разметку и восстановить искусственные неровности. Работы полностью будут завершены в ближайшие 2-3 дня. В Татарстане работает горячая линия, куда можно обратиться с вопросами по организации детского отдыха. Министерство по делам молодежи Татарстана и Республиканский центр «Лето» запустили горячую линию, посвященную работе загородных лагерей и организации других форм летнего отдыха. Информацию можно получить по телефону, указанному на экране. Специалисты горячей линии работают ежедневно с 8.30 утра до 20.00 вечера, без обеда и выходных. В рамках подготовки к оздоровительной кампании обязательно выполняются все требования Роспотребнадзора. Ведется и дополнительная работа. К примеру, как дополнительную меру по профилактике распространения инфекции рассматривают возможность полностью отменить родительские дни. Помимо этого прорабатывается возможность постоянного стационарного проживания всех сотрудников и обслуживающего персонала на территории лагеря без выезда домой в течение всей смены. Альмитинский фермер Алексей Заикин завершил строительство овцеводческого комплекса на 500 голов. В планах построить еще две овчарни на тысячи голов каждая. Сегодня в хозяйстве трудится 9 человек из Новонекольска с подробностями Тимур Туманов. В Новонекольском есть два достопримечательности. Там есть старая маленькая по-домашнему уютная церковь. И речка, пожалуй, с самым рыбным названием – форель. Но чтобы не углубляться, есть ферма Алексея Заикина. Пропустить ее трудно. Поворот сразу за указателем. Площадь КФХ 700 гектаров вместе с пастбищами, овчарнями и коровниками. Поголовье мелкого и крупного рогатого скота больше 1500 овец и около 200 коров и бычков. Это результат пятилетнего плана по исполнению мечты. Бизнес в сельском хозяйстве – дело рискованное. Много подводных камней. Так говорит Алексей. Например, есть трудности с арендой муниципальной земли или разбивкой по кадастру. При строительстве можно не рассчитать и прихватить сантиметров 10-20 земли. И снова нужно в город оформлять, чтобы все было по закону. Так получилось при строительстве нового корпуса фермы на 500 голов. Грубо говоря, полторы тысячи квадратных метров в производственных помещениях. Различных складских, животноводческих. Вот за эти четыре года, грубо, мы построили около 6000 квадратных метров в таких помещениях. В очереди еще одна овчарня на тысячу голов. На такую инициативу нашлась и поддержка. Президентский грант поддержка семейных ферм. В 7 миллионов рублей, полученный два года назад. Есть и другие меры поддержки, действительно, они не столь значимые, но в общей сумме они тоже достаточно могут снизить расходы хозяйства. Ну вот в частности по льготному топливу, да, совместно с Татнефтью эта программа работает каждую весну. Вообще Новонекольское сельское поселение включает 5 населенных пунктов. Сосновку, Новонекольск, Булгар, Каськи и Мугезле-Елга. А это значит сельчане не останутся без рабочих мест. Сейчас на ферме трудится 9 человек. Пастухи и механизаторы. В нашем хозяйстве сейчас нужен хороший ветеринарный врач. Я сказал слово хороший. Вот, не зря. Овцы отдельно, коровы отдельно. Животные пасутся на разных пастбищах. Крупный рогатый скот остается ближе к ферме. Мелкий уходит дальше, за деревню Сосновку. Там у овец летний лагерь. Теперь там есть бетонная дорога вместо грунтовой. Пока фермерское хозяйство Заикино растет и развивается. В планах на будущее открыть сельский магазин. Собственной продукции. В прошлом году затея. В этом уже заложен фундамент и размечена площадь 400 квадратных метров. Это даст места работникам, а потребителям продукт. Но и без этого ферма удовлетворяла спрос на баранину городского общепита. Капитальное строительство подходит к заключительной фазе. Из шести лет этот год пятый. А значит через год-другой КФХ предстоит наращивать обороты. Тимур Туманов, Александр Лемперт, Альметьевск ТВ. На каскаде прудов появился новый обитатель. Это двухмесячный соболь по кличке Майор. Животного решили приобрести для города и пока что он остается на каскаде прудов до зимы. С подругой приходим каждый раз смотреть на белок. Теперь появился новый гость. Мы будем приходить еще чаще наблюдать за тем, как он развивается, растет. Я узнала, что появился новый зверек соболь. Я буду сюда приходить теперь чаще, смотреть за ним, кормить его иногда. Может, нужна будет какая-нибудь помощь за его ухаживанием. Идея отличная для нашего города. Все-таки появление каких-то различных новых животных, можно сказать. Это только плюс. Также привлечение людей, народа. Одним словом, супер. Не только что это дети или внуки, и внучки. Даже и взрослый человек может, знаете, посовшаться. Зимой у нас животные же перемещаются в теплые вольеры. А на следующий год уже мы решим, или он опять вернется, или, может быть, еноту вернутся. Посмотрим на реакцию жителей. А сейчас расскажем прогноз погоды на предстоящие сутки. В пятницу в Альметьевске будет пасмурно. Ночью и днем обещают дожди с грозами. Ветер южный, порывы имеют до 12 метров в секунду. Ночью столбики термометров остановятся на отметке в плюс 16 градусов, днем плюс 23. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Смотрите новости и другие передачи можно и на нашем сайте. Альметьевск.ру.ру. Связаться с нами можно через социальные сети. Там же можно смотреть новости в прямом эфире. Также пишите нам в мессенджер WhatsApp номер на экране. На сегодня это все новости. До встречи в эфире.